Я бы хотел немного поговорить о том, что значит «сопротивляться». Когда мы заявляем, что в первую очередь необходимо сопротивляться, что решение в сопротивлении стало быть так. Во-первых, наш народ должен вооружиться. Оружие. То, что в эти дни, воспользовавшись случаем, против нас идет этот процесс по очернению. Параллельно этому они используют этот случай для разоружения армянского народа. Заходят ко всем нам в дома в поисках оружия. Даже если находят охотничьи ружья, они говорят, что должны забрать, чтобы проверить их законность. Мы знаем, все, что они забирают, одному Богу известно, когда они это все вернут. Значит, наш народ первостепенно должен решить проблему по вооружению. Ясно, что для начала наш народ, живущий в приграничных районах, сегодня в первую очередь в Тавуша, так как проблема появилась там. Скажу вам, что эта проблема появилась в Тавуша не столько из-за большой мощи Азербайджана. Я могу сказать, что времена решения азербайджанным проблем военным путем, кажется, прошли. Если бы они могли решить проблему так, как это было с участками от Сотка до Хознавара и от Швани-Зора до Мегри, взяв все имеющие стратегически важные значения высоты, которые сегодня находятся в их руках, как мы все знаем, то же самое они должны были сделать в Тавушской области. Почему они не смогли справиться с этой задачей военным путем? Отвечаю, почему. Потому что у всего есть свое время. Как имеющееся геополитическое развитие в нашем регионе не позволяет притворения коридора, у меня есть убеждение, что таким же образом в связи с указанными селами какого-либо успеха азербайджанская сторона не достигнет, сколько бы Пашинян не пытался ему помочь. Но все же мы не должны сидеть сложа руки и ничего не делать. В первую очередь должен вооружиться наш народ. В первую очередь имеющиеся там позиции. Сегодня речь идет о 24 позициях в районе Воскепара, который защищает армия. Первостепенно нужно поддержать армейские подразделения, обороняющие данные позиции. Наш народ, который живет там, у большей его части там есть тесные связи. Большая часть там служащие по контракту и находятся на каждодневной связи. Пользуясь случаем, я призываю руководство, командование данных подразделений не подчиняться какому-либо предательскому приказу. Вы остаетесь на своих позициях с помощью народа. Наш народ должен продолжать требовать оружия. Каждый день нужно продолжать думать над способами, как вооружиться. Не буду сейчас перечислять, какими методами можно оказывать давление. Очень важно сформировать на месте эту атмосферу сопротивления. Это очень важно. Параллельно очень важна мобилизация народа в Ереване. Не так, что правильно это делать только в Ереване или укрепляя и защищая границы. Нет, мы обязаны бороться на двух фронтах. И там, и там. И на фронте, как я сказал, и в Ереване, мобилизовав в правильный момент народ. И эти наши встречи, по большому счету, должны служить всему этому. Подписывайтесь на канал Национального демократического полюса в YouTube. Субтитры создавал DimaTorzok